Сегодня я первым делом докажу два вспомогательных утверждения, которые были в прошлый раз. Одно из них было внутри доказательства, и как-то я к нему относился так, что это утверждение, которое слушатели могут на ходу додумать, но кажется, это вызвало протест, поэтому давайте я его докажу отдельно, точнее передокажу, набросок доказательства я уже говорил, в качестве леммы. Итак, пусть у нас есть ньотерное кольцо, и в нём идеал, да, ньотерное кольцо без делителей нуля. Идеал в этом ньотерное кольце, и v такой элемент поле частных, что v помножить на этот идеал обратно содержится в идеале. Ну, например, если бы это элемент был из кольца, так было бы автоматически, это был бы неинтересный случай. Тогда v цел над и не нулевой идеал, над a. Доказательства. Мы, если помнить, мы это применяли к какому-то локальному кольцу, максимальному идеалу в нём, но на самом деле часть тех предположений конкретно в этом месте не использовалась, поэтому я пытался сформировать в чуть более общем виде, чем было на прошлой лекции. Предположим, что не цел. Тогда алгебра, порождённая им над a, это что такое за алгебра? Ну, это какая-то алгебра, но она продолжает содержаться внутри поля функций. Бесконечно порождена, ну, как алгебра, она, конечно, порождена вот этим одним элементом, бесконечно порождена как a-модуль. Это более-менее одно из эквариантных определений целого элемента. Заметим, что если я с помощью этой алгебры разнесу идеалы, то эта штука будет продолжать содержаться в i. В не взял, тогда а бесконечно порождена, а модуль. Точно. Потому что он обнуляется ненулевым многочленом, но в старшей степени не лечим? Что в старшей степени? Вот в обнуляет с ненулевым многочленом, а так. Ну, вы помните, это одно из эквариантных свойств, в одну сторону совсем просто. Если она конечно порождена, то есть какая-то такая степень, в в сотой, которая уже выражается через предыдущую степень, с какими-то коэффициентами из-за. Ну, вот вам многочлен, которые обнуляют целый. В обратную сторону тоже очевидно. Значит, давайте я вот это вот объясню. Что здесь написано? Вот это вот алгебра, порожденная всеми степенями v и еще какими-то коэффициентами из-за. Что? Точно, да? Хорошо, а если бы я здесь заменил, если бы я здесь написал условия v и i содержатся в a, я мог бы написать здесь, что вот так вот содержится в a? Это контрольный вопрос, ну, простой. Не-не-не, сейчас, подождите, что если бы v и содержалось в a... Да, вот мог бы я здесь написать... Нет, мы не могли, потому что v не содержатся в a. Хорошо, а? Значит, в чем разница здесь содержаться в i или в a? Нет, не a, а в на a. А в на i содержатся в a. Вот если я здесь вложил такое условие, то... А, нет, это содержится в a. Очень хорошо. Здоровый скепсис всегда. Всегда правильно. Ну, представьте, что у вас i какой-то главный идеал, а в качестве v я взял один поделительно образующий этого идеала. Ну, и вообще, как бы... Да я просто хотел сказать... Нет, вы совершенно правы, это почти очевидно, но единственное, что как бы человек себя должен держать в себе немного в узде, чтобы ему было не все очевидно. Поэтому давайте я все-таки пару слов здесь скажу. В чем здесь трюк? Мы должны доказать, что v в степени n для любого n помножить на i содержится в i. Но действительно, v в степени n помножить на i это v в степени n-1 помножить на v помножить на i. Вот эта вот штука содержится в i, поэтому эта штука содержится в v в степени n-1 помножить на i. ну и так далее то здесь и видно что вот например вот вот здесь под содержится в и вывести содержится в а я бы уже не мог хорошо но но дров вас все остальное вы правы это простое утверждение с другой стороны и то есть вот эта штука это а под модуль и ну в частности в а а с другой стороны а нетерова поэтому да а что такое а это такой а модуль который порожден одним предметом единицей частик конечно порожденный а модуль поскольку а нетерова под модуль конечнопорожденного модуль и конечно порожденный а ну все под модуль его вот мы видим у нас две информации сама от в бесконечно прожидно как а модуль а вот такое это горягод конечнопорожден как а модуль но значит уж по крайней мере они не заморозны значит когда мы вот так вот перемножили что-то здесь внулилась значит ну то есть еще раз вот такой вот модуль не может быть изоморфен такому он как бы меньше вот бесконечно порождена это конечно порожден значит что-то здесь должно было обнулиться значит есть такой элемент который как бы умноженный на хотя бы какой-то элемент здесь не нулевой а нулю ну а так не бывает то что все это дело содержится все это дело безлить нуля все дело содержится поле честных противоречия и это было был один вспомогательный факт который вызывал затруднения давайте еще очень коротко провести комментирую еще один вспомогательный факт который тоже кажется вызывал вопросы но возможно все уже и так разобрались или или осознали что вопрос здесь практически не было в тот момент когда в тот момент когда я строил нормализацию мы доказали некоторую лему про то что что-то над чем-то конечно порождено и ну дальше я сказал к чему ее применять и сказал что все остальное это как-то про стрелки врачки соображения давайте на всякий случай сейчас тоже произнесу значит какой был конструкция нормализация у нас было неприводимое афинное многообразие и у него была алгебра функций которые мы представили в виде алгебра функций согласно потерями нютер а нормализации можно было выбрать не под алгебру просто под алгебру свободную под алгебру многочленов который k от в цела и дальше конструкция стоял следующим что вот нас имеется а оно содержится в к от в а к от в содержится в к от в кругу скобочка в своем поле частных и в качестве b мы взяли целое замыкание алгебра функций в поле функций и мы знали да теперь еще к этому всему где-то здесь в качестве вспомогательного поля можно приделать поле рациональной функций свободная ну в смысле вот порожденная n процветными переменными это поле честных ну и оно конечно сюда вот вложено это поле это поле это конечное расширение полей в чем состоит алгоритическое соображение которое здесь надо додумать в том что значит вот это целое над этим вот это целое над этим значит б целом надо алгебра b целом надо губра потому что целое понятие целого шейн транзитивная в частности в части б содержится в целом замыкание потому что быть целым расширением транзит понятие транзитивное то есть если одно целом другом друг второе целом третьем то первого на третьем это простая вещь как бы но это не свечка здесь надо практически осознать но мне кажется мы вот как это доказывать давайте вот это уже я доказать не буду этим пользоваться уже миллион раз ну и вот эта вещь которая есть который может посчитать в миллионе мест а ну теперь как обойтись эта информация значит что б содержится в целом замыкание а вот в этом вот поле на другой страны б это целое замыкание уже чего-то там что-то даже больше чем ада значит б попринят целого замыкания к 2 который больше чем а и содержится в целом замыкание а это значит что В равно целому замыканию ВК от В. Ну всё, мы в условиях нашей леммы. Я ещё раз напомню, леммы состоял в том, что если есть целое замкнутое кольцо и у его поля частных, скажем, К большое, мы взяли конечное расширение Л большое, то целое замыкание А в В большом конечное прожидено над А. Ну и тем более оно, конечно, прожидено над большей алгебрикой АТВ. Какой отсюда вывод? А вывод отсюда такой, что В это не просто алгебра. Ну, значит, она, конечно, прожидена над К от В, а К от В, конечно, прожидена над К, над К маленьким. Значит, она, конечно, прожидена над полем К маленькая. Не содержит 9 нуля, потому что лежит в поле. А, значит, это является алгеброй функции на каком-то многообразии по нашему любимому соответствую. А мы по-другому не умеем, честно говоря, выводить, конечно, прожиденную как алгебра тоже. А я хочу, чтобы она была, конечно, прожидена как алгебра над К маленьким. То есть я как бы играю все это время в поддавки. Я доказываю, что это, конечно, прожидено как модуль над вот такой алгеброй. А теперь я использую только кусочек от этого. Теперь я говорю, ну, хорошо, как модуль, значит, уж как алгебра тоже над К от В. А теперь, если как алгебра над К от В, значит, как алгебра над К маленьким. А теперь я отсюда знаю, что это, конечно, прожидено как алгебра над К маленьким и не содержит делителями нуля. Ну, не содержит нить патентов. Даже делителями нуля не содержат, потому что содержится в поле. Но, в частности, нить патентов. То есть мы говорим, что оно, конечно, прожидено как А, значит, конечно, прожидено как К. как к алгебра вот уже как вот уже уже как у как это еще раз сыграли в поддавки уменьшили конечной информации зато эта информация хорошо как бы наследуется а насчет соответствует некоторым многообразию из этого многообразия стрелочка в которая кстати возможно в это отметили на семинарах на секторе является конечным отображением то есть нормализация конечное отображение хорошо поскольку здесь я никакого выбора не делал вот видите я поставил конструкцию которую но я мог взять какое другое поле его ну и какое другое расширение к от в и целом замкнуть там но тут я как взял некое самое естественное расширение но отсюда если еще немножко додумать можно вывести что это нормализация обладает некоторым универсальным свойством то есть любое отображение из нормального многообразия в пропускается через в сон хорошо и дайте теперь последнее геометрическое утверждение которое в этой теме мы должны разобрать это свойства особых подмогоразия особых точек нормального многообразия но то есть я же обещал что нормализуем мы затем чтобы сделать наш многообразие чуть более не особо давайте это сделаем теорема пусть вы нормальная нога афинное многообразие с множество так хорошо давайте даже с более точной точкой точнее скажем пусть с множество особых точек как мы помним это алгебраичка подмогоразия пусть w в нем непроводимые компоненты тогда ёк размерность каждой непроводимые компоненты в равно единице простите большее вместо доказательства давайте сначала скажу план доказательства а потом проговорю его более формально а предположим что идеал w но и такой идеал в кольце к от в главный это предположение отношения неверно но если бы было так то и дайте объясню если бы было бы так то чтобы мы сделали а потом мы сделаем некоторую подменим немножечко наш на грозе в так что в окрестностях общей точки w все останется прежним но идеал w уже станет главным я щас докажу что я щас да и предположим что что к размеру стаки равна единице ну то есть логически я сначала предполагаю что к размеру равна единице это только что я должен прийти к противоречию пусть я себе дополнительно попросил чтобы вот мне на время дали поработать только с таким многообразиями где это делал главный вот сейчас я выведу противоречия а потом скажу почему можно ограничить случаем когда я делал главный а я хочу посмотреть на пусть w какая-нибудь общая . w то есть давайте даже слово общая это какая-то отсутствие конкретики пусть это не особая . в даму и сам себе является алгейшки многообразия у него на этом его открыто неприводимом на preached открыто множество все точки не особо то есть еще раз это может состоит из основных точек многообразия многообразия в но это самок себя открыт аффина многообразия и у него вот честно стоит за сам . вы но на нем на самом эти точки как бы часть особо на нем часть не особо ну Представьте, что у вас есть конус над чем-то, вот у неё вершина – это особая точка, но сама по себе она является неособым многообразием. Сама по себе как нулемерное многообразие – это просто одна точка, это не особое многообразие. Если у вас есть какое-то многомерное многообразие, у него особенности могут быть вдоль какого-то подмногообразия. Но опять же, это также само по себе. Вот если выкинуть всю объемлющее V и смотреть просто на этот W, оно само по себе может иметь особые точки, но как и любое другое многообразие оно имеет большинство точек не особо вот давайте я выберу такую точку которая не особо на добро и рассмотрю ее локальное кольцо на в и локальное кольцо по максимальному делу точки то есть мы обращать обращаем все элементы которые не входят в это самый максимальный дел тут есть стрелочка но потому что у вас из кат вы есть стрелочка w она всегда есть и вот по нашему дополнительному предположению кат w это кат в фактор по вот этому делу порожденному ну соответственно вот когда мы локализуем когда мы рассмотрим такую стрелочку то о в w это тоже о в в фактор по идеалу порожденному ну соответственно уже вот в этом год локальных кольцах да w вложено в соответственно все остальное это функции едут обратно значит вот здесь то есть авторизирую все время подавлю того же элементу но смесь вот здесь имеется ввиду идеал порожденную вот в этом кольце а здесь идеал про порожденную вот в этом кольце то есть как бы вот эту сторону сюда хорошо но теперь у меня эта точка w а маленькая гладко на w большом поэтому существуют какие-то такие хорошо значит а вот нас есть несколько элементов в в локальном кольце точки w маленькая гладко в большом такие что они порождают максимальный идеал этой точке вот в локальном кольце фактор по его квадрату ну я напомню еще раз что гладкая точка это такая по определению которой вот такое вектор пространство порождено таким же количеством элементов как размерность это мы как и специально доказывали размер с ww размер 1001 поэтому и вот по предположению поэтому она прожена вот так вот такой вектор пространство жена с одним элементом ну даже более точно здесь было бы написать лежат в максимальном идеале а другой стороны максимальный идеал точки w маленькая здесь точнее максимальный идеал в этом вот кольце это прообраз но для такой сюрлективное отображение это прообраз максимального дела в этом кольце то есть порожден значит чем вообще порожден вот это максимальный идеал но он порожден прообразами порождающих и тем чего в кризу им ну и это почему в туризму в туризму полу еще раз у меня есть локальное кольцо точки w маленькая новая и локальное кольцо его как наговоры вот это кольцо является образом вот эту кольцо это конечно да будет маленькая если . который на 10 соответственно вот при вот все объекты которые здесь написаны для вот этого локального кольца и для этого локального кольца вот связано ровно этим соотношением что максимальный идеал здесь является прообразом максимального делал здесь в качестве образующих можно взять прообразовую здесь ну плюс добавить то почему в туризму и соответственно добавляем вот эту сумму теперь эти элементы порождают вообще весь максимальный идеал но часто его фактор по квадрату тоже порождают да поэтому w не особо на в противоречия хорошо а теперь давайте сведем к этому случаю тогда было бы еще больше противоречия потому что мы помним что меньше чем и элементами никогда ничего не порождается да могла быть такая беда что вообще нет из этих элементов вообще попали бы квадраты диалога ну то есть это нас совершенно устроиться одной стороны другой стороны в глубине души мы знаем что такого не произойдет но что будет противоречие от нас устроит давайте напишу поэтому порожден не больше чем они элементами чтобы быть здесь до конца корректно ну хожу давайте начинать что как мы здесь реально получили что прожили не больше чем они элементами но в душе мы понимаем что на самом деле не больше чем это значит что и а так а теперь а теперь давайте я сведу все к такому случаю по теореме из прошлого раза я понимаю что у нас прошлый раз была теорема которая ну так если коротко неформально а формулируется так что если у вас есть на нормальное многообразие и в нем под многообразие неприводимые на горазе к размерности 1 то в окрестность своей общей точки она задается одним уравнением это быстро неформальная формировка а длинная скучная формально формировка состоит следующем что у вас существует главное как мы говорим главное открыто под множество такое многообразие существует в штрих это такое финногообразие который регулярно отображается в у этого штрих как мы помним алгебра функции это какая-то локализация это какая-то локализация почему-то почему-то там но вот по какому-то элементу f 1 на фракторин до ну для какого-то элемента f мне даже не важно для какого мне важно что это локализация нашей исходной алгебры а такая что да и в ней есть в ней есть идеал который мы будем назвать я w штрих это идеал порожденного это локализация идеалом и от w то есть опять же можно про него геометрически неформально думать как про вот у вас образ этого штрих это открыто множество в вы просто пересекаете открыто множество с вашим с вашим множеством w получаете замкнутое множество в штрих да ну то есть на самом деле вы пересекаете открыто множеством здесь и разумеете берешь прообраз чтобы как бы было под многообразием многообразия но с точки зрения алгебры вы просто берете вкладываете в эту вот к от в вложено в локализацию вот идеал я дам я тоже сюда вкладывается он порождает какой-то другой идеал вот называется и вот это я w совершенно правильно да но с точки зрения алгебратно мог проще такой что вот это я w штрих главный идеал вот это теорема который мы доказывали в прошлый раз в начале прошлый раз в начале второй половины ну и все потому что дело в том что кольцо k от в штрих она да ну и ну и там еще были маленькие условия что это мы не выкинули все во время процедуры еще раз к от в вкладывается в локализацию и а w это по множеству в к от в она туда тоже складывается ну как часто бывает когда вы вложили какой-то идеал в большее кольцо он там перестал быть идеалом поэтому я просто добавляю слово порожден но и как бы по смыслу то же самое делал ну и разумеется да мы имели ввиду что мы при этом локализация мы не выкинули все многобрать w то есть поможет на ну да да порожден в этом кольцо этим делом хорошо но при этой процедуре значит еще скат в штрих это такая частичная локализация к от в и при этой процедуре все локальные кольца остались на месте локальные кольца это ну лак локальное кольцо точки на вы это какая-то такая огромного кализация локализация кат в по какому дополнению к максимальному идеалу. А k от v штрих это локализация k от v по какому-то одному элементу. Ну, там, точнее, по степеням этого элемента. Соответственно, если у вас была какая-то точка здесь, попавшая в образ вот этого, давайте я просто буду той же буквой обозначать точку на v штрих, тогда o w v штрих, они, формально говоря, живут это локализация разных колец, ну, они там изоморфны. Это локализация изоморфна, но они там настолько канонически изоморфны, что давайте даже напишу равенство. Ну, в общем, и всё. Все локализации остались на месте. Идеал главный работы предыдущего рассуждения. Все свойства, которые выражаются в терминах локальных колец, например, не особой с точки на v штрих, тоже остались на месте, потому что она выражается в терминах локальных колец. Ну, это входило в пакет f от w равно нулю, потому что я выбрал w так, что она лежит в образе вот этого в штрих. То есть утверждение теоремы состояло в том, что можно выкинуть какой-то такой под награде нулей какой-то функции, ну, так что не всё, dv штрих выкинется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok